Я всех приветствую, здравствуйте! У меня еще один гость из Израиля на канале, и она сейчас представится. Это врач-кардиолог, это то, что я вам сейчас говорю, все остальное она сама расскажет о себе. Представьте, пожалуйста, имя, фамилию. Добрый день, меня зовут Перри Марина, я врач из Израиля, мой стаж более 25 лет, я врач семейной медицины, и я врач-кардиолог. Я работаю в двух местах, и в клинике, и в больнице. Вопрос, как попала Фуревер? Я устала работать по 12 часов в день, просто устала. И поэтому я стала искать себе какие-то альтернативные варианты, где бы я могла заработать. Это был, искала дополнительный себе доход, или были планы уйти? Со всем уйти из медицины я не планировала, но я планировала что-то уменьшить по часам работы и найти что-то более оплачиваемое, скажем так. Ну, что компенсирует этот доход, или будет больше? Да. И как искала? Ну, раз нашла Фуревер, как эти поиски в чем заключались? Чисто случайно через Facebook отреагировала на рекламу Алены Компанец, она мне перезвонила, и я согласилась. А что было такое в этой рекламе, что ты, ну вот, там, перейти по ссылке или там что-то? Я даже не помню сейчас, что было, но, видимо, нужно было нажать на рекламу Алены Компанец. Да, нажать, оставить телефон, и перевернуться. Что там было в этой рекламе? Не помню, честно не помню. Да? Ну, я так сразу слова нету. Я рассматривала много разных вариантов. Да. И... Нигде рука не потянулась за кнопкой. Нет, почему? Я оставляла свои телефоны ко мне, возвращались. Но меня всегда что-то не устраивало. То есть то, что рассказывали об этой возможности? Да, то, что рассказывали о возможностях, меня не устраивало по тем или иным причинам. И я как-то заканчивала все это. То есть я не видела будущего, допустим. Перспектив для себя не видела. Да, не видела. То есть как бы я понимала, что я меня шила на мыло и... То есть бесперспективно. Да. А что вот такое сказала Алена, помнишь, что ты решила, что да, здесь есть что-то? Во-первых, мне понравился ее подход. Она не грузила. Она четко по существу послала презентацию. Сказала, что перезвонит. Перезвонила мы с ней. Обговорили... Ты посмотрела эту презентацию? Я посмотрела, да. Что-то поняла из презентации? Да. Это была презентация Алены или... Презентация Алены. Это была презентация Алены. Я посмотрела, но как бы мне этого мало. Я сразу стала ковыряться в интернете, копать. И я стала изучать продукцию. Ага. Я хотя бы посмотрела вообще, о чем речь по продукции. Потому что мне как врачу, во-первых, мне очень важно мое реноме. Да. Во-вторых, мне очень важно, что я кладу себе врач. Вот. И поэтому мне было важно понять, что это за продукция. А скажи, пожалуйста, а ты пользовалась до этого какими-то добавками, витаминами? Я всегда напишнила. Всегда пользовалась. То есть ты, ну, как так сказать, с молодости или какие-то... Ну, не с молодости, конечно, не с молодости. Или какая-то информация, которая... Нет, ну... Ты приняла решение, что тебе это нужно? Не важно, какой сейчас компания. Просто витаминами и ронами. Ну, будем просто смотреть трезво на наш мир, да. Да. Ну, нереально собрать три сева оборота и сохранить полный набор витаминов и микроэлементов в тех овощах. Ну, нереально. Которые сегодня в магазинах, где на рынке даже... Да. Ну, нереально. То есть мы едим овощи, которые, в принципе, не пахнут, которые, в принципе, не имеют какого-то вкуса. И даже если на них написано органическое, да, то над соседним полем летает самолет сопылений, да. И даже если их вырастет... А розу ветров никто не отменял, да. То есть даже если они выращены якобы в хозяйстве, которое себя функционирует, да. Как экологически чистая, то, ну, это все относительно. Поэтому, как бы, я понимала, что я ничего не получаю из своей тарелки, да. Вот, и поэтому я всегда старалась добавлять что-то. То есть, прослушав презентацию бизнеса, ты решила побольше узнать информацию, с чем именно здесь нужно будет работать. Да. Что это за препарат? Я вообще изначально не рассматривала бизнес как таковой. Я начала рассматривать препараты. А смогу ли я, как врач, рекомендовать их своим пациентам? А смогу ли я, как врач, найти все те ответы, которые я ставлю перед собой, как перед врачом, рекомендуя эти препараты? Это было мне очень важно. Мне очень понравились схемы лечения, мне очень понравился комплексный подход, мне очень понравилось то, что есть все необходимые сертификаты. То есть, поскольку мы из Израиля, нам важен кашрут. Это да. Вот, что есть кашрут, что есть халяль. То есть, у меня много ребят, которые, они арабы из Израиля, которым важен халяль. Вот, поэтому рассматривалось все. Как бизнес, я всегда говорила, я больше по поносам, да. То есть, я как-то, я доктор, я как бы от бизнеса слишком далека. Но Алена показала, что это все реально. Это все реально. То есть, я, в принципе, я изучала, я подписалась быстро. То есть, мы познакомились, на следующий день я подписалась. Познакомились, посмотрела презентацию. Она мне позвонила, спросила. Ну, я говорю, да, подпишем. 2000 это как бы не те деньги, из-за которых тут я буду заморачиваться. 2000 ваших денег. 2000 шекелей, да. Ну, это где-то 250 евро. Вот. Я подписалась, получила коробку. Тут же подписала свою подругу, она тот же врач. Можно сказать, еще не открыв коробки, я уже подписала. Вот. И потом я все-таки углубилась полностью в изучение продукта. Когда я полностью изучила продукт. Я за два месяца сделала супервайзера. Вот. И сейчас я иду в сторону манечера. Покажи, пожалуйста, ты рекомендуешь своим пациентам? Да. А как это происходит? Тут ты на приеме. Это все зависит от пациента. То есть, ну, невозможно каждому человеку рекомендовать эту продукцию. И рассказывать. Ну, во-первых, рассказывать в поликлинике и в больнице у меня нет на это времени. У нас очень мало минут на каждого пациента. И поэтому я у них спрашиваю, я им предлагаю. То есть, существуют проблемы, те или иные, которые не решаются с помощью препаратов медицинских, рецептурных. То есть ты так говоришь пациентам? Да. То есть, я говорю, смотрите, существует нерецептурный способ решения вашей проблемы. Супер. Если вы заинтересованы в этом, вы можете со мной связаться в любое удобное для вас и меня время. Мы оговариваем время, которое нам обоим будет удобно. Когда ты уже не работаешь. Когда я не нахожусь на работе, когда я могу полностью посвятить этому человеку свое время и объяснить вообще, о чем речь. И вы потом созваниваете? Мы созваниваемся, да. То есть, я как бы, здесь нету, ну, перекрещивания интересов, да. То есть, я не зарабатываю деньги, находясь в это время на своей основной работе. У меня нет, но я как бы даю эту альтернативу. Точно так же, как я говорю, допустим, у нас нет всех рецептурных препаратов, которые я рекомендую своим пациентам. Да, то есть до Forever были препараты, которые я знала, что они хорошие, что я их могла рекомендовать. Я тоже говорила там, посмотрите там, посмотрите вот такой препарат, вот такой препарат. Они не являются рецептурными, они являются биологически астинными добавками. Хорошо. А вот у тебя есть уже в команде люди, да? Есть те, которые пришли на бизнес, а не на продукты? Нет. То есть пока только клиенты? Да. Но из этих клиентов уже получаются предприниматели? Или сегодня люди, которые... Нет, у меня в основном клиенты, как я это называю. У меня широкая сеть клиентуры. Но бизнес-партнеров пока нет. Именно те, кто заинтересовался бизнесом и четко идут на бизнес. Да, есть те, кто рассматривает это в принципе. Есть, которые в принципе рассматривают. Да. И есть люди, пациенты, да, вот клиенты твои. Ну много у нас таких историй, которые пришли на продукт, решили свои проблемы. Мы на цене сегодня видели этих людей, которые решили свои проблемы по здоровью. И сегодня они очень успешны в этом бизнесе. Вот у них очень хорошие доходы. Сегодня у тебя есть такие клиенты, которые уже получили серьезный результат? Да. Да. Таких немало. И они стали постоянными? Они постоянные, да. Ты им показываешь, как они могут сами самостоятельно открыть свой магазин, заиндисплинироваться, сами покупать, чтобы они не были привязаны. Они не привязаны ко мне. Это первое, чему ты их обучаешь? Первое, чему я их обучаю, я иногда приезжаю к ним домой, я объясняю, я показываю, как зарегистрироваться, как потом показать, потому что в дальнейшем это облегчает мне жизнь. Время твое высвобождает, когда тебе надо куда-то уехать. Ну, здорово, классно. И какие у тебя сейчас, это первый киносеминар? Нет. Какой по счету? Ну, первый у нас был онлайн из-за войны. Да. Поврали мы приезжали. А, ты была на прошлом семинаре онлайн, потому что вы не смогли выехать? Нет, на прошлом я была здесь. Нас было пятеро. Когда предыдущие? Да. А на ноябрьском мы смотрели онлайн, это был мой первый. И вот это третий, можно сказать. Третий уикенд семинар. Да. У тебя с каждым семинаром открывается какое-то понимание, видение, как этот бизнес работает. Что тебе дальше делать? То, что дальше делать, я знаю. Как этому двигаться я знаю. Что дальше делать? Это все я знаю, у меня прописано в целях, в планах, задачах, по шагам. Поэтому, да. То есть просто Алена, как наставник, консультирует. Алена великолепная наставник, да. Она консультирует, и ты выполняешь вот сюда то, что она говорит. Да. Я благодарю за это интервью. Вообще информация просто шикарная, супер. Я хочу пожелать тебе на следующий уикенд семинар в октябре приехать уже менеджером. Буду стараться. Да, и предприниматели, пусть даже они будут предприниматели, которые пришли как клиенты. Нет, даже люди, которые пришли на продукт, они становятся благодарны. Клиенты, они всегда становятся предпринимателем. Благодарю. Спасибо большое.